Это произведение Эдварда Грига, актёра. Мне хочется передать эту всю красоту природы, то, что пытался передать композитор. Мне было 7 лет. Я тогда пришёл в школу и услышал, как играет музыкант Олег Акуратов. И я решил, что тоже буду заниматься на рояле. Я, так скажем, вижу и силуэты, и цвета, и чётко всё вижу, но не вижу мелкое. Мелкое и далеко не вижу. Я умею читать по Брайлю, я умею читать плоскопечатный текст. Когда есть ноты брайлевские и есть ноты зрячие. Комбинирую, как мне удобно. Музыка играет для меня большую роль. Возможно, это, особенно с моим здоровьем, это единственный шанс вообще куда-то пройти. Конечно, это будет трудно. Естественно, везде нужно трудиться. Если приводить пример музыкантов, вокалисты Андреа Бачили, они были незрячими и стали, так скажем, всемирно известными. Благодаря музыкальной школе я в очень многих местах побывал. И Москва, и Санкт-Петербург, и Курск, и Ульяновск, и Самара, и Ростов. Когда я выхожу на сцену, играть будет кем-то не было. Всё равно у меня присутствует волнение. Потому что в любом случае хочется предоставить удовольствие людям. И, естественно, ты волнуешься, как это всё получится, как это всё прозвучит, кому как это понравится. Мне нужны усилия ещё и тренировки, и техническую работу. Просто делать, 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 делать и делать. Повышать уровень произведений. Короче, работы очень трудно много. Готовлюсь я к конкурсу Прокофьева. Ещё готовлюсь к краевому конкурсу. Буду готовиться ещё к поездке в Суздаль. Опять же, на мастер-класс. Никогда не нужно останавливаться, зацикливаться на своих болезнях. И везде себе можно найти. В мире вообще столько всего интересного. Суздаль. 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 Суздаль.